В дни новогодних и рождественских праздников Дворец культуры Просоюза в Бресте похож на большой шумный улей. Представления собирают полные залы. Малыши ждут подарков от Деда Мороза и верят, что он сделает праздник самым волшебным. Самым редким, особенным и самым-самым хорошим. Одно только название того, что идем на праздник. Это же Новый год. В любом случае должно быть весело. Какая-то сказка новогодняя. Чудо Дед Мороз, Снегурочка, елочка. Я Снегурочка. Ты Снегурочка. Вот и все, что детям надо. Побольше бы таких праздников. Сегодня главными героями профсоюзной елки стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Новогодник прошел в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям», которая проходит круглый год. Наши профсоюзные организации области, они взяли шество над более чем 30 организациями, интернатскими учреждениями. Мы выезжаем туда на места, поздравляем детей. Это и подарки, конечно, и хорошее настроение, ну и поддержка детей. Но это, конечно, в течение года. Это не только на Новый год. Если же говорить в принципе про все новогодние наши мероприятия, то наш дворец профсоюзов примет более 10 тысяч детей в своих стенах. Для мальчишек и девчонок творческие детские коллективы областного дворца культуры профсоюзов подготовили яркую театрализованную сказку «Новогоднее космическое представление». Юные актеры с удовольствием дарили тепло своих сердец сверстникам в зале. Мне очень нравится театр, и я занимаюсь им уже 9 лет, и я люблю помогать людям и делать им добро. Это очень приятно, когда на тебя люди смотрят, ты просто улыбаешься, и тебе прям очень приятно. Просто не передать чувства. Да, и тебе вот весело, и ты думаешь, что там в зале у всех в душе тепло. Ирина Решовой-Дорбек, мы участвуем на логуфтинге и компания БУК-ТВ.